Друзья, сегодня четвертый урок у нас по курсу Гешер. Меня зовут Давид. В первом уроке мы говорили, конечно, после вступления, мы говорили про тишину и как с помощью тишины добиться коннекта. Во втором мы говорили про какие-то ментальные процессы и как они влияют на эмоции. Потом мы говорили про эмоции и ощущения. И сейчас мы говорим, дальше продолжаем говорить про силы, душевные силы. И мы будем говорить про, в основном будем говорить про желания, про веру, про речь и как эти вещи связаны. Но, во-первых, мы будем говорить про желания, которые сознательные желания. Потому что есть желания несознательные в подсознании, но мы говорим про желания, которые сознательные. И написано в книге Зоар «Коль милин де Альма лот лейн эла береута». То есть все вещи в мире связаны или опираются на желание, на свободное желание человека и в основном это желание выбирать между разными желаниями. То есть у нас иногда в сердце или в голове есть разные вещи и мы можем выбирать. И тут написано, что это свободный выбор человека. То есть у нас есть много придумок, что нам эти желания не дает выбрать или проявить, но по факту написано в Святых Писаниях то, что выбор он свободный у человека. И следующий вопрос. Какие желания стоит выбирать? И как видно, мы предлагаем выбирать те же желания, которые связаны с желанием мира Всевышнего от нас. Ну, это отдельная, конечно, тема, что хочет Всевышний от всех людей, от каждого человека, от каждого народа. Это, конечно, очень тяжелый вопрос, но если мы не будем закапываться в него, но в базовых установках, если мы можем человеку навредить или не навредить, и мы выбираем, чтобы не навредить другому человеку, это, как видно, желание Всевышнего. Если мы включаем какое-то милосердие, конечно, в рамках, в рамках это милосердие включаем, тогда тоже это желание Всевышнего, ну и так далее. Люди учат Аллаху, люди учат Тору для того, чтобы понять в общем законы этого мира, то есть эти законы — это желание Всевышнего, и как нам с этим быть, скажем так, на одной волне. Ну, я думаю, что не надо слишком, то есть мы можем и нужно нам учиться, но в принципе, я думаю, что если мы вглубь посмотрим или спросим мудрого человека, он скажет, что в каждой ситуации это желание Всевышнего. Каждый человек, если посмотрит в свое сердце, он тоже это сможет увидеть. Но дальше следующий вопрос такой. Если желание, так откуда оно берется или что помогает этому желанию превратиться в реальность в этом мире? И мы предлагаем, что та вещь, которая желанию дает пробудиться, это вера. Мы не говорим про какую-то метафизическую веру или какие-то религиозную даже веру, нет, мы говорим про обычные вещи. То есть даже если вы идете в университет и слушаете лекцию, вам надо как-то верить, что этот профессор или этот человек говорит не какую-то неправду, а что-то, что как проверено и так далее. Люди смотрят газеты и иногда понимают, что там можно доверять, что нет, но в принципе мы включаем эту силу, силу верия, уверенности, доверия. Это, конечно, чуть-чуть разные вещи, но я думаю, что мы понимаем все, о чем идет речь. И мы предлагаем такую интересную идею, то что наше желание, оно функция веры. То есть если мы не верим, что мы что-то можем сделать, то мы этого и не хотим, и не будем делать. И из-за этого возможно, что нужно подумать о том, как усилить веру для того, чтобы развить желание, и как функция этого иметь возможность эти желания внедрить в жизнь. Конечно же, после этого, то есть еще раз вкратце, последовательность такая, которую мы предлагаем. То, что есть желание, которое до этого идет вера, потом желание, и потом человек говорит, я это могу делать, делает план и это делает. Вместе с этим, так как многие из нас, ну скажем так, родились в семьях несоблюдающих или неверующих, и в принципе мы все живем в обществе, надо понять такой интересный такой факт. И что даже если у человека будет самое чистое желание, часто наше общество, какое бы оно прекрасное не было, оно будет разными способами останавливать нас. И это вообще базовая история. Даже люди, которые, то есть все люди, которые каких-то больших добились результатов, постоянно у них были какие-то большие прекрады или от близких людей, или чуть дальше. То есть это история известная, и самое главное, не надо этому удивляться. Потом вопрос такой, как же преодолеть эту историю? Ну, можем рассказывать всякие анекдоты и так далее, но в принципе надо, если у человека есть внутреннее сильное желание, он понимает, что это его желание, это не противостоит каких-то законам Всевышнего, Вселенной, законам природы, и это сделает, возможно, хорошее для его, его семьи, и может быть для всего человечества, надо, как видно, меньше слушать окружение и больше делать. И вопрос, как это сделать? Как видно, лучше нужно тогда соединиться с чем-то, что больше, чем это окружение. Мы, конечно, имеем в виду Всевышнего, который все может, и который всегда может нам помочь. Почему я говорю о близком окружении? Потому что с детства мы, конечно же, опираемся на помощь своих родителей, близких, друзей и так далее. И вдруг эта помощь или прекращается, или начинает быть обратной к тому, чему мы видим как истину, желаем и так далее. Я говорю не только о духовных каких-то продвижениях, не духовных целях, а просто обычных вещах какой-то. Это может каждый применить в своем, то есть в своей жизни найти какой-то, я не имею в виду объяснение, а пример. Из-за этого я не буду много примеров, ну давайте, из-за этого, ну короче, это все понятно. Тогда вопрос такой, то есть мы сейчас как бы нарисовали такую картинку, что желание человека, конечно же, которая воля, вот сила воли. Мы предлагаем, что сила воли, она связана с верой. Верой в себя, верой в то, что я могу, и верой, которая связана с тем, то что тот, кто сделал мир, мне поможет тоже это сделать. Будь ли это научиться играть на фортепиане, открыть компанию, сделать какое-то открытие или какие-то духовные раскрытия. Вопрос, как эту веру обрести или как ее увеличить? И для этого мы, ну, во-первых, нужны знания и нужен разговор. То есть, и это говорится, это сейчас, конечно же, говорится в психологии, в коучинге и так далее, то, что человек, когда вслух говорит, он, как бы, можно сказать, то, что он делает реальность как-то, но он и себя уговаривает. То есть, если вы зайдете в какую-нибудь ешиву или колледж, где учат Тору, это не выглядит как библиотека. Люди читают вслух, чтобы сами слышать, что они читают. То есть, и тут мы подходим ко второму фактору. Что надо сделать, чтобы усилить веру? Надо говорить об этом, ну, можно сказать, своему уху. И надо получать больше информации. Больше информации мы говорим и о духовной информации, и о практической информации для того, чтобы сделать то, что мы хотим сделать. Про речь, конечно же, мы говорим и о таких-то кратких предложениях, что я могу, в каких-то раскладываниях это на цели и так далее. И, конечно же, о молитве. Конечно же, вот мы привыкли говорить о том, что есть сила воли, но самая большая сила, конечно, это сила в вере. Потому что, если человек верит, он верит в то, что Всевышний ему поможет, и в свои силы, конечно же. Потому что, если мы... Один шаг — это понять то, что есть Всевышний, а второй шаг — понять то, что он кусочек себя, кусочек вставил в нас, и это является нашей душой. То есть она тоже безграничная в том смысле, что у нее есть громадные силы. И в это верить иногда, поверить иногда сложнее, чем поверить в Всевышний. Есть много примеров, примеров в Торе и так далее, как сила Всевышнего, как сила веры побеждала большие битвы. Ну, мы можем открыть, смотреть, как царь Давид сражался с этим фалистимлянином Гулиафом. То есть какой-то молодой парень сражается с самым великим воином, с которым никто не хотел сражаться. И что написано? Он говорит, я зачитываю, Вкратце он говорит такую вещь этому филистимлянину, то есть этому Гулиафу. Ты идешь со мной с мечом и с разными оружиями, он перечисляет. А я к тебе иду с именем Всевышнего, которого ты пытался, ну, неподобающе отнес. То есть он чисто с верой идет. Чисто с верой идет против всякого оружия. Конечно же, в Торе, это продолжается история, в пророках мы часто видим, как и Давид, и Шауль, Йонатан побеждали громадные битвы с помощью веры, когда силы физические не были равны. И, кстати, сейчас у меня есть один знакомый, который был в Эспойнте, в Американской Академии Офицеров. Он сказал, там не изучают войны Израиля, потому что из них мы ничего не можем выучиться, там присутствует какое-то чудо всегда, и часто неологические поступки происходят, которые приводят к позитивным результатам, или, наоборот, какие-то просто чудеса. То есть это сейчас присутствует. Я это снимаю, когда идет война в Газе, и я знаю, с первых уст слышал о разных чудесах. То есть мы вернемся к нашей теме. Сила веры. То есть сила веры в помощь Всевышнего, так как я хочу то, что и Он хочет. У нас одинаковое желание. И то, что во мне частичка Его, и Он мне точно поможет. Вот с помощью этой веры, которую, я повторяю, мы увеличиваем с помощью того, что мы это говорим, и с помощью того, что мы информацию больше получаем, учим Тору, учим, ну, больше знаем из истины. С помощью этого мы, конечно же, веру увеличиваем. Сейчас мы поговорим чуть-чуть о молитве. Молитва, ну, это, конечно, отдельная тема. Я чуть-чуть затрону эту тему. Молитва ко Всевышнему, конечно, она должна быть не только в устах, но и в устах, которые связаны с сердцем и с эмоциями. И не так происходит, когда мы идем там что-то покупать. Потому что, когда мы что-то покупать идем, у нас есть какие-то или деньги, или заслуги и так далее, которыми мы расплачиваемся. Настоящая молитва называется Тфилаляни, то есть молитва бедняка. Так же писал царь Давид, то, что он бедняк. Он же был царь, король. Как он бедняк? Потому что он как раз умел соединиться со своими вот этими вот... с местами души, где он ощущает недостаток. И он этому, конечно же, не бравирует этим, но он говорит, так это и есть. Я бедняк. Помоги мне, пожалуйста. За счет чего? Не за счет каких-то моих заслуг, а за счет того, что ты сжалишься надо мной, Всевышний. И есть такое понятие, как Матнатхинам. Оцар Матнатхинам. То есть, есть такой, скажем так, склад бесплатных подарков. То есть, даже не за то, что я что-то сделал, что я какой-то хороший, а потому что у тебя есть милосердие, и ты мне... ты меня любишь, и мне это дашь. Кстати, мы это можем видеть, как молился Мушарабэн у Моисей после этого греха Тельца. Он пошел, и он не говорил, какие заслуги у него были до этого. Он ничего не обещал. Он просто попросил, попросил, чтобы простили. Вы можете это посмотреть. Шмот, ну, там в 32-м, 31-м, 32-м, вот там. То есть, это... И это мы видим часто. То есть, смотрите, я могу сделать еще одну параллель. Вот часто в психологии людей пытаются, ну, дать им силы за счет того, что мы заплываем о своих... о своем бессилии, скажем так. Но во время молитвы нам как раз надо это бессилие вспомнить. потому что по факту, ну, человек, если он очень успешный, он с собой честен, он понимает, что какой... Какая роль чуда или роль случая была в его успехе. Какая роль помощи окружающим была в его успехе. И так далее. И часто, если человек перед собой стоит в тяжелые моменты, он ощущает эту какую-то пустоту, и это нормально. И вот эту пустоту надо брать не, как бы, каждый день, а вот именно в это место молитвы и вот с этим приходить к Всевышнему, потому что ему это надо. Вот так вот говорят наши мудрецы про молитву. Конечно, и за счет этого наша связь вот с этой силой бесконечной, которая может нам помочь во всех ситуациях, конечно, она улучшается. И так как написано Рахмана Ли Бабай, то есть Всевышний хочет наше сердце, наше ощущение, нашу как будто бы интимную связь с ним, настоящую, связь сердца с сердцем, он хочет с нами, так пишут мудрецы, это не моя придумка, конечно же, он хочет связь с нами через молитву, чтобы мы, ну, не только даже просили у него о чем-то и говорили то, что, ну, вот мы без тебя не можем, а чтобы мы с ним налаживали контакт. И это мы можем делать через разговор. Последняя какая-то короткая тема вот этого вот нашего урока, она такая. Что это такое разговор? Ну, мы можем разделить все наше, ну, скажем так, то, что на нашей планете, на неодухотворенные предметы, ну, как, не знаю, кошелек, телефон, камень и так далее, на растительное, на животное и на человека. Есть еще ступеньки промежуточные между неодухотворенным предметами и растениями. Есть коралл. Между растениями и животными есть тоже, есть цветки такие, которые винастрап, да, которые ловят мух. И еще есть некоторые такие существа, которые описаны в гморе, которые были, которых уже нет. Между животным миром и человеком есть обезьяна и попугай. И потом есть ступеньки также между человеком и Всевышним. потом есть еще ступеньки. Потом есть еще ступеньки. Дальше, конечно же. Праведник. Так вот, что это такое человек? Человек, он еще говорится говорящий. То есть, что от нас, от животных, какое у нас различие, то, что мы можем говорить. И этот разговор, он является молитвой. Вот мы можем глубже в это как бы внедриться. Я в одной из лекций вступления об этом говорил, то, что человек, если мы наполняем как бы еврейское слово Адам, это получается метаполель, то есть молящийся, тот, кто молится. То есть, внутренняя часть человека, тот, кто имеет коннект с помощью молитвы со Всевышнему. Также написано то, что когда Всевышний вдул, то есть, в ипах, беапав, нишмат хаим, когда он в него внедрил живую душу человека, вот этот вот живая душа, нефеш хая, это называется то есть возможность человека разговаривать. Конечно же, разговаривать и с друзьями и так далее, разговаривать, иметь контакт со Всевышним. Также, конечно же, этот разговор, этот, мы возвращаемся, что у этого разговора одна из главных сил это и говорить наружу и говорить вовнутрь. То есть, не буду в это очень сильно углубляться, но с помощью разговора мы можем, конечно же, менять свои мысли и настройки и как функция этого можем менять наши ощущения. То есть, я сейчас подытожу. В данном уроке мы говорили про, мы старались говорить про желание. Желание, воля, как громадная сила в нашей жизни. Сила, которая может, с помощью которой мы можем достичь великих вещей, помочь многим людям и так далее. И как мы можем увеличить или обрести эту силу желания, если мы ее соединим с верой в себя, верой во Всевышнего. Как мы эту веру пробуждаем? Мы ее пробуждаем с помощью молитвы, с помощью того, что мы говорим Всевышнему, молимся, с помощью того, что мы учимся. С помощью этого мы также повышаем нашу веру и уверенность. Кроме этого, конечно же, лучше, чтобы наши желания совпадали как-то с линией для желания Всевышнего, скажем так. И, конечно же, как люди мы должны, можем включать свою речь как, какой инструмент, который может направлять наши мысли, исправлять, можно сказать, наши мысли, самих себя убеждать и убеждать Всевышнего, чтобы, что мы сделаем его желания своими, а он наши желания тоже осуществит, внедрит в жизнь и сделает так, чтобы они с Божьей помощью сбывались. Большое спасибо, всего самого наилучшего, желаю вам удачи и чтобы ваши хорошие желания с легкостью сбывались. Пока! Субтитры 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 Субтитры